в общем дорогие мои я решила на антиграды с вами будет прямой эфир приветики нет сабин все с тобой вести прямой эфир не буду потому что ты сама собой разговариваешь и тебе еще похуй что эти говорю у меня это блять заебывает мне дискомфортно так вести эфир так что сиди внизу и слушай теперь так что блять все наказано у меня спать конечно спать пошли я тебя и не звала эфир 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 не брать реально сабина я с тобой разговариваю в эфире ты там блять кто молчит что это мимо ушей все проскакивает и не знаю что там уши думаешь ты или за что тебя происходит этот момент я материться не хочу и как-то негатив сводить общение тоже не хочу я немножко другой человек в этом плане поэтому мне немножко бескомфортно эти совместный эфир но все лезут я очень виновата сабин ты со мной общаешься если все лезут если для тебя приоритет не общение с теми людьми которые все лезут ну значит общайся с ними а потом ко мне заходи как бы если понимаешь просто как бы если бы я с тобой общалась я позвала прямой эфир я бы наверное сосредоточилась на общении с тобой если тебе это не дано ну как бы я не могу ничего с этим поделать как бы я понимаю юморок но немножко заебывает такой юморок лично меня лично меня точно все пока да смешательно все пока ну пока Продолжение следует... 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 она может все так естественно может вбиться в подпора лучше стату чем с грязное грязное пятно блин на самом деле она не не выглядит как грязное пятно прямо это она же под вечер немножко подстерлась а так это не как грязное пятно так что вот и если ты хочешь например какой-нибудь водостойкий эффект можно купить фиксатор для мейкапа вот этим фиксатором для мейкапа прям хорошенько прям хорошенько проходишься по замаскированные татуировки вот еще очень хорошо помогает грим профессиональный грим я вот пробовала у него девочка она занимается этими делами и она закрывала татуировку очень хорошо получилось консилер не прикрывает не пробовал консилеры жирные консилеры жирные и эффект ненадолго хотя если лучше когда спрятана но я уже смыла я уже смыла поэтому скоро ложится спать так что пускай будет так уже хоть как и дальше с наглядно покажу вот даже наглядно сейчас покажу еще смой и покажу так Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так Немножко уберу Раньше я замазывала татуировку Так, кто только что присоединился Я рассказываю про то Как маскировать тату Я не рекомендую замазывать татуировку точечно Потому что если замазывать А то ты точечно, то будет видно пятно Я рекомендую, чтобы замазать татуировку Взять обычный тональный крем У меня вообще там коллаген крем за 700 рублей Либо детскую присыпку Либо бесцветную пудру Либо вот такую вот пудру Прямо она вот как пыль должна быть Очень хорошая тема Раньше замазывала татуировку Типа смешивала тональника С такой вот рассыпчатой пудрой И в принципе этого тоже было Достаточно хорошо Маскировала Но я для себя открыла, что все-таки Лучше, когда это делаешь Не локально, а повсеместно Я хочу сегодня попросить Ни разу не пробовала с присыпкой Хочу попробовать сегодня с присыпкой Потому что присыпка Она в принципе должна быть Она в принципе бесцветная Вот И мы добавим вот столько присыпочки Вот сюда Она как пыль Причем присыпка стоит Сколько там рублей 100 В магазине, наверное И как я делаю Я сначала Просто беру Тональник И Ну в данном случае У меня лоб Я полностью наношу тон На лицо Вообще В принципе На все лицо Наношу тон Ну грубо говоря Да Представим, что Прям на все лицо Потому что сейчас буду ложиться спать И Полностью сейчас Открасится Это неактуально Вот То есть Я нанесла Общий тон На лицо Еще беру Тональника И уже Более обильно Нанешу В области татуировки Такое делаю Второе На слайгу Второй слой Вот Далее Я беру В данном случае У нас с вами Присыпка Вы можете использовать И Просто Рассыпчатую пузру Ни разу не делала С присыпкой Повторяю Вообще Не знаю Как получится Получится ли вообще Потому что В данном случае Я Экспериментирую Экспериментирую Моя татуировка Далее я опять Наношу Тональный крем Опять Я очень много взяла Можно поменьше В зависимости От размера Тату И опять Я прохожусь По Своей тату По своей татуировке Вот Пожалуйста Я теперь Прохожусь По татуировке Опять Я потом Беру Если я понимаю Что мне Недостаточно Того Что Уже Перекрыто Я опять Беру Такую Пудру Сдуваю Излишки И Прохожусь По Месту Где Тату Кстати С тальком Тоже Очень хорошо Получается Несмотря на то Что тальк Он Белый Мы все равно Эту зону Высветляем Кстати Вот Улобную Эту зону Мы все равно Высветляем Поэтому Получается Как Вот Консилер Тоже Своего рода Вот И Для Закрепления Эффекта Можно Еще Взять Тональничек Немножечко И Уже Окончательно Пройтись По тату Таким Образом Растереть Точнее Растушевать Границы Да И Закрепить Все Опять Таким Тальком Все Вот В принципе Я попробовала Сейчас Замаскировать Тату С помощью Талька И у меня Неплохо Получилось Кстати Такую же Манипуляцию Если Например У вас Нету Дома Консилера И вам Нужно Высветлить Зону Под глазами К примеру Да Очень Хорошая Очень Хороший Способ Использовать Вот Такой Вот Присыпку Для Попки Младенца Вот И смешать Это Все С Тональным Кремом Очень Много Крема Но Смотрите В любом Случае Один Слой Не Получится Чтобы Перекрыть Татуировку Я Показываю Способ Для Перекрытия Тату Для Того Чтобы Перекрыть Татуировку Нужен Достаточно Плотный Тональный Крем И Тогда Вы Перекроете Тату Вот Также С помощью Талька Например У вас Есть Присчики Да На этом На Лице Или там Папу Какие-то Тоже Можно Таким же Способом Пройтись Сверху Пройтись Вот так Вот Сверху И Также Взять Тональник И Замискировать Ваши Приски Все И Не Видно Так Что Тальк Тоже Хорошо Подходит Если У вас Нету Например Собой Вот Такой Рассыпчатой Пудры Потому Что Киросыпчатые Пудры Не Везде Сейчас Найдешь Вот Я Мало Сейчас Встречаю Но Может В каком-то Магазине Да Можно Найти Но Они Ну Не Дешево Грубо говоря Стоит А вот Тальк Ну Там Обычная Присыпка Джонсон's Бэйби Стоит 100 с чем-то Рублей Не Не знаю Сколько Ну 150 Возможно И Если Его Смешать С Станатным Кремом Вот Такой Эффект Получился Вот Показываю Вблизи Специально Вам Показываю Вблизи Без Фильтров Как С помощью Талька И С помощью Тонального Крема Я Перекрыла Татуировку Ставьте Лайк Если Полезно Блин Такой Свет Конечно Тут Ужасный Вот Так Вот Надеюсь Кому Это Подойдет И Я Не Зря Только Что Проделала Данную Процедуру Так Красиво Спасибо Большое Его В тоналку Надо Добавить А Тальк Нет Я Только Что Показывала Как Надо Сделать Слой Тоналки Слой Талька Слой Тоналки Ну вот Давайте Попробуем Сделать На руке Вот У меня На руке Есть Татуировка Давайте Здесь Попробую Перекрыть Кто Не Видел Отличная Возможность Отличная Возможность Посмотреть На Это Еще Раз Короче Мы Берем Татуировку Нашу Мы Хотим И Перекрыть Там О Боже Родители Сейчас Приедут Все Сдаешь Мне Так И Короче Начинаем С вами Данную Процедуру Сначала Слой Тоналки Потом Слой Талька Джонсон С Бэйби Кстати Если Тоналка Темная Между Прочим Талька Джонсон С Бэйби Он Поможет Вам Выровнять Прям Под Вашу Кожу Ой Нифига Как Круто Кстати С Тальком Много Круче Смотрится Потом Опять Мы Делаем Тоналку Просто Меня Например Иногда Задалбливает Мои Татуировки И Мне Допустим Не Хочется Чтобы Кто-то Обращал На Мои Татуировки Внимание И Что-то О них Спрашивал Я Я Иногда Перекрываю Например Мне Не Хочется Чтобы Ко Мне Кто-то Подходил Особенно Мужчина Очень Любит Познакомиться И Подходить С Вопроса А что Татуировка Обозначает И Иногда Меня Это Раздражает В плане Того Что Неужели У этого Мужчина Нет Других Тем Для Того Чтобы Со Мной Пообщаться Вот И Грубо Говоря Я Насваиваю Я Насваиваю Значит Данный Состав До Того Момента Пока Татуировка Полностью Не Перекроется То есть Да Я Это Делаю Я Продолжаю Слоем За слоем Выводить Тальк Тоналка Тальк Тоналка Пока Все Это Не Станет И Конечно Не Забывайте Пожалуйста Растушевывать Границы Потому Что Если Вы Не Растушуете Ваши Границы Это Будет Смотреться Как Грязное И Неаккуратное Пятно Вот Поэтому Я Сама Только Что Для себя Открыла Такой Прекрасный Способ Маскировки Татуировки С Помощью Талька И Тонального Средства Вот И Кстати Тоналка Прямо Она Очень Хорошо Ложится Вот Пожалуйста Да То есть Ну Не забывайте Там Немножко Сглаживать Края Ваши Ваши Чтобы Это Не Выглядело Как то Вот Конечно Есть Отличия Еще Можно Доработать Но Просто Дело в том Что У меня Тональное Средство Гораздо Темнее Чем Моя Кожа Но Посмотрите В принципе Невооруженным Глазом Незаметно Вот Сверху Еще Нанесете Значит Средство Для фиксации Макияжа Очень Хорошее Есть Прикольно Urban Decay Мне очень нравится Правда Потеряла Но Средство Очень Классное И Сколько Будь Мадонне Мочил А Татуировка Не Смывается Вот Так Что Вот Берите На заметку И Я Использовала Такой Вот Тальк Для Детской Попки Джонс Бэби Вот Такой Хак Кстати Завтра Запишу На Ютуб Это Реально Не Видно Практически Конечно Если Присматриваться Это Видно Там Но Так Если Задолбали Татушки Если У вас Там Маленькая Татуировка То Можно Хороший Человек От Хорошего Человека Спасибо Хороший Спасибо Пожалуйста Пользуйтесь Мои Дорогие Пользуйтесь То есть Реально Очень Крутой Способ Сохрани Эфир Пожалуйста Не буду Сохранять Эфир Потому Что Я Потом Когда Пересматриваю Свои Эфиры Мне Становится Как-то Не По Себе Вот Когда Я Научусь Разговаривать Нормально С людьми Тогда Буду Сохранять Эфир Потому Что Мне Сейчас Не Нравится Моя Подача Моя Манера Речи Мне Не Очень Нравится Мне Хочется Разговаривать Более Уверенно Например Рекламу Какую-то Записать Или Что-то Выученное Сказать Грубо Говоря Я Могу А Например Говорить Сразу С лету Вообще Не Получается То Есть Например Мне Тост Сказать Какой-то Я Всегда Нервнич Когда Мне Говорят Селен Скажи Тост И Я Говорю За Здоровье Все Вот Такие Длинные Выговаривать Тосты Для Меня Это Целая Проблема Целая Геморрозная Хорошая Не Хочешь Сказать на Технику Речи Тогда К Педагогу Хочу Вообще Раньше У меня Такого Не Было Я Видимо Скорее Сего Действительно Пережила Какой-то Стресс Огромный Блин Я Вообще Хочу Пойти На Курсы Ктени Канделаки Мне Нравится Хочется Сходить На Ктени Канделаки По Дизайну Речи Все На Терпение Вам И Вашей Маме С бабулей Мы С мамой Терпение Проходили Мне кажется Это все Проходит Понимаете Мне кажется Блин Вот я Вот Например Кстати Вот Хорошую Тему Затрону По поводу Бабули Вот сейчас Окей Сейчас Бабушка А потом Уже Мама Я Очень Переживаю Какая мама У меня будет Сейчас У меня С мамой Хорошее Отношение Взаимоотношения Но Мне кажется Блин Мама У меня И так Нормальная Адекватная Тина Это Сильно Начни С простого Дальше Больше Но У нее Как раз Курсы Для Новичков Мне Либо Не хватает Словарного Запаса В моей Речи Мне Очень сложно Дается Запоминание Слов Почему Не дышать Отдохнуть Поспать Потому Что Не хочу Потому Что Сегодня Я Придумала Наконец Таки Макет Для Рекламного Ролика С которым Я хочу Заходить Я Сегодня Весь День Думала О том Что Кто Я Такая Вообще Чем Я могу Быть Полезна Людям И Если Вы Заметили В шапке Профиля Постоян Меняется То Я Психолог 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 Вот Нормально Мне Психолог Не Психолог А Психолог Психолог Им Людям Я Психолог Психолог Потому Либо Сделать Сделать И Охват И Такие 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 И Про Это Все Вот И Мне Захотелось О себе Рассказать И В общем Я Нашла Себя Я Поняла Что Вот У меня Реальная История Жизни О том Что Я Родила Ребенка По договору Со своим Лучшим Другом И Как Это Вообще Происходит Стоит Ли Рожать По договору По Любви Да То Я Считаю Что Эта Тема Очень Актуальная Так Как Многие Сегодня Люди Они Вроде Хотят Детей Но В основном Примегают К Каким-то Методом Да И Рожают По Любви А потом В итоге Выходит Ни о чем И В общем Грубо говоря Буду Рассказывать Историю О том Как Вообще Я Сейчас Справляюсь С тем Что Родила Ребенка По Договору И Вообще Как Случался Договор И К Чему Мы Пришли С Отцом Ребенка Вот Мне Кажется Это Очень Интересная Тема И Собственно Я Приписала Себя Также Мне Нравится Заниматься Фотопозированием И Сниматься В различных Проектах Поэтому Сейчас Шапки Профи У меня Отписано Модель И Актриса Очень Важно На самом Деле Найти Себя Как Личность И Будет Жить Гораздо Проще Потому Что Например Мне Скучно Находиться Долго В каком Там Пуа Ну То То В чем То В одном Модели Актрисы Это Самое Подходящее Для Меня Потому Что Актриса Может Попробовать Любую Абсолютную Профессию За Кадром Ну И Также Я Люблю Кривляться Перед Камерой Мне Нравится Но Иногда Я Когда Устаю От Публики Прописываю Кады Тоже Говорила Так Как Ты Живешь В деревне Я Приезжаю На час Два К родителям В станицу Там Скучно И уезжаю Что Такое Станица Станица Это столица Город Что Такое Что Такое Станица Ребят Ну Как бы Я слышала Это слово Но Не знаю Его Значение Станица Что Значит Станица Это Типа Деревня Вот Прикиньте Сколько раз Слышала Слово Станица И ни разу Не удосужилась Просто Узнать Что Она Значит Наверное Это Деревня А Деревня В Украине На юге У нас А Называется Станица Да Блин На самом деле Не скучно Не скучно Если Ты Так Сказать Для себя Решила Как бы Да Что Ты Хочешь Жить В деревне Если Ты Привыкла Жить Постоянно Тусовками Там Друзьями И так Далее Да То есть Ну Конечно Тебе Будет Скучно Конечно Тебе Будет Скучно Вот А если Будет У тебя В деревне Просто Было 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 Какое Окружение Своё Вот Твои Там Родные Кого Ты Знаешь Конечно Ты Наверное И не Захотела Оттуда Ежать Просто Дело В том Что У нас В деревне Все Соседи А Нет Станица Это Как Село Но По Населению Больше То есть Как Бы Не До Село Не До Короче Ни рыба Ни мясо Короче Ни до Село Ни до Горд Я поняла Просто Дело В том Что У нас Соседи Друг Другу Знают Все И Я Тут Занимаюсь Своими Делами И Плюс Еще Интернет Мне В помощь То есть Я С Людьми Выхожу На Связь И Поэтому Не скажу Что Мне бывает Скучно Плюс У меня Еще Ребенок И Я Занимаюсь Огородом Выхожу То есть Мне нравится Мне по Кайфу Мне не Бывает Скучно То есть Мне Бывает Иногда Скучно Среди Народу Чем Здесь Потому Что Бывает Попадаешь В такую Компанию Вроде Народу Много А Как То Тебе Как То Тебя Не Радует Мне Кажется Ты Просто Должна Душой К Этому Прийти Потому Бывает Такое Что Я Например Когда Тоже Папа Еще Был Жив Я Приезжала Сюда Мне Реально Было Скучно Потому Что Ну В городе Меня Постоянно Ждали Там Друзья Тусовки Там Туда Сюда А Сейчас Как бы Я Немножко Отошла От Всего Этого И Решила В деревню Цены Вы не Думаете Вернуться На Дом Два Нет Я Не Думаю Вернуться На Дом Два И Я Думала Над Думаю Над Думаю Обратно Нет Я Не Хочу Вернуться На Дом Два Я Уже Переросла Дом Два И Мне Уже Не Интересно И Плюс Мне Были Хотелось Там На Я Понимаю Что Если Я Вернусь На Этот Проект Будут Драки Каждый День Будут Споры Драки Я Немножко От Этого Эмоционально Устала Не Хочется Мне Мне Хочется Причем Затем Проект С Нормальной Историей И Мне Хочется Нормального Мужчину Мне Не Хочется Мне Хочется Мужчину Которого После Проекта Придется Тянуть На Себе Просто Я Знаю Как Все Происходит Потом Ты Выходишь С Проекта Тебе Нужно Что-то Думать Что-то Думается Над Отношениями А Очень Час Отношения После Проекта Разваливаются Только Ты За Периметр И Уже Становится Неинтересно Обои Так что Всем подскажите Пожалуйста Губы Калолия Мне нравится Форма Губ Если Калолия То Косметолог И Клиника Да У меня Есть Мой Косметолог Да У меня Есть Косметолог Вот Я Только К ней Хожу Ее Зовут Тата Косм Посмотрите Пожалуйста В подписках Тата Косм Тата Точка С О С Она Очень хорошо Делает Мне нравится Я к ней Еще пойду То есть Я вообще В губах Ничего Не чувствую У меня В губах Ни одного Шарика Нету Вообще Гугл Управа Вообще Мне Очень Мне Не повезло Мне повезло Наткнуться На Тату Притом То Что Она Мне Делает Конечно Же Конечно Же Она Мне Делает По Рекламе Вот Но Вы знаете Я не буду Рекламировать Говно Я сейчас Посматриваю Иногда Дом Два Мне Интересно Вот честно Те Кто Не нравился Ваше Время Там Только Безус Но И то Скучный Бля Ну Не знаю Мне Мне Нравится Вот Сейчас Если Вот Смотреть Парочку Мне Нравится Бухенбалт С Барзиковым Нравится Ромашов С Бигриной У меня Геаурон Коммигрировал Надо Переделать У вас Очень Красивая Форма А Ну Вот К Косм Обратитесь Она Вам Подскажет Что Вам Делать Вот Очень Хороший Косметолог Потому Что Ну Как Б Касаемо Косметолога Вот Прям Мне Очень Нравится Потому Что У меня С этими Косметологами Когда Я Иду На Рекламу Очень Часто Бывает Что Бьюти Всякие Разные Салоны Бьюти Косметологи Бровисты И так Далее Очень Часто Просят Рекламу Вот И Я Конечно Со всеми Даже Бывает Что Доплата И так Далее И я Всегда Всему Говорю Типа Девочки Если Мне Не Понравится Ваша Услуга Рекламировать Я Ее Не Буду Все И я Не Рекламирую Я Рекламирую Только Тех У Кого Действительно Мне Понравилось А Поверьте Мне Бывает Такое Что Я Приезжаю На Процедуру Мне Делают Процедуру Я Говорю Что За Говно Рекламировать Не Буду Я Реально Не Хочу Это Выкладывать Вот А Если Конечно Там Наезжают На Меня Я Говорю Типа Ребят Сейчас Я Сделаю Антирекламу У Меня Уже Было Неск Раз Когда Я Делала Антирекламу И Мои Подписчики Знают Что Если Мне Что У меня Тут Уже На Антирекламу Там И Гадалки Были И Всякие Разные Шоурумы Я Уже Всех Разносила Тут В пух И Прах И Говорила Что Хотя Они Платили За Рекламу И Я Не Возвращала Деньги За Рекламу Я Говорю Я Даже Не Буду Шать Деньги Это Будет Вам Наказание За То Что Вы Обманываете Людей Все Вот Поэтому Я Остановилась Пока что На Татрикоз Но Мне Еще Нравится Что Мне Еще Нравится У Елены Ильичук У Елены Ильичук Я Оплачивала Сама Процедура Это Косм Делает Мне За Рекламу Но Она Хорошо Делает Вот И Кстати У У Нее Очень Такие Лояльные Цены Как Так Бывает Что Прям Хочется Спортом Пресс Поп Растяжка Даже На Работу Хочу Заниматься Вот У Слабы На Тренажере А Иногда Хочу Но Нет Энергии Это Даже Не Лень Блин На Самом Деле Когда Вот У меня Тоже Бывает Такое Что Нет Энергии Но Это Очень Часто Связано С Тем Что Вы Не Поели Чтобы Чтобы У вас Всегда Была Энергия Нужно За час До Тренировки Поесть Чтобы Была Энергия Тогда Будет Заниматься В кайф И Начинаете Приседать И все И плюс Это Дело Привычки Это Нелегко Но Это Дело Привычки Мне Например Вообще Это Было Нелегко Вообще В первые Первые Там Неделю Я Приседала Правильно Питалась Но Вообще Не Худела Я Уже Хотела Сдаться Потом Были Срывы Все Что Угодно Были Срывы Сейчас Я Вижу Что Мое Тело Набирает Рельеф Мне Это Нравится Но Хочется Лучше Конечно Вот Поэтому Как бы Питание И спорт Это Дело Привычки Вы Знаете Вот Есть Люди Которым Нужно Постепенно Заходить В воду Да То есть Привыкнуть К этой Воде И потом Они Могут Окунаться И нырять А есть Люди Которые С разбегу Также И в спорте Есть Люди Которые Сразу Там Они Начинают Все Они Начинают Сразу Правильно Питаться Без Срывов Сразу Приседать Сразу Значит Каждый день У них Вырабатывается Вот Привычка Вставать И Заниматься Спортом Вот А есть Люди Которым Нужно Постепенно Например Сегодня Того Две Раз Присел Завтра Два Раза Я Из Таких Людей Которым Нужно Постепенно То есть Я Не Сразу Начала Заниматься Спортом Я Не Сразу Начала Правильно Питаться Я Все Постепенно Постепенно Вводила Вот Поэтому Если У вас Не Получается Сразу Начать Правильно Питаться Ничего Страшного Главное Этого Не бросать И Главное Стараться Этого Придерживаться И Все Получится Потом Вы Просто Не Заметите Как Вы Начали Отлично Питаться Вот Я Кстати Также Бросала Курить Было Такое Что Когда Бросала Курить Я Все Рано Покуриваю Там В Туалете И Так Далее Вот Главное Постепенно Это Все Делать Немножко Засыпаю У меня Жирич Немнятная А Вместо Сладости Я Вот Ем Такие Батончики Протеиновые Причем Что Они Сейчас Очень Вкусно Делают Смотрите Конечно На Соотношение Белков Углеводов И Чтобы Батончиках Не было Там Сахара Но Например В этих Батончиках Я Уверена Здесь Вообще Нет Сахара Вот Нет Сахара Нет Сахара Нигде Плюс Еще В этих Батончиках Есть Катку Достойная Замена Всему Сладкому Ну Я думаю Что Нужно Просто Немножко Подождать И Сейчас Мне кажется Все Перейдет На Правильное Питание Абсолютно В скором Времени Вообще С прилавках Мне кажется Уйдет Весь Этот Сахар И Сейчас Достаточно Такая Востребованная Профессия Кстати Кто Хочет Освоить Профессию Сейчас Очень Востребованная Профессия Нутрициолог И Очень Востребованная Профессия Технолог По Приготовлению ПП Сладостей Так что Можете Смело Идти На курсы Куда Нибудь По ПП Выпечке Или По Выпечке Кондитерские Каких Нибудь Изделий ПП Без Сахара Без Белой Муки На цельной Зерновой Муке И Спокойно Это Продавать Например Например Делать Торт Да То есть Бывает Что На праздник Хочется Чтобы Был праздник И Чтобы Был праздничный Стол И Как Чтобы И Гостей Удивить И так Далее Сегодня Порадовать Своих Гостей Порадовать Своих Родственников Можно Подарив Им Что-то Полезное Вот Можно Сделать Там Не знаю Там Торт ПП Торт Там На Основе Там Белкового Крема Например Да Со стевией Да Вместо Сахара И Замешать На Какой-нибудь Такой Муке Цельнозерновой Или Сделать Какое-то Воздушное Прелине Там С помощью Там Желатина Короче Ребята Была бы Фантазия Было бы Желание И все Вот И такие Тортики Потом Продавать Своим Подружкам Вот Как бы Ты вроде бы И сладкое Поела И вроде бы Клетчатку Получила Так что Тема ПП Она сейчас Очень актуальная И Она будет Двигаться Потому что Уже Доказанный Факт Что Сахар Приводит К преждевременному Старению Кожи Так как Клетки Гликируются И Вот вам Получается Пирожки Хотела сделать Не получилось Раз И Расплакаюсь Ну и Хорошо В стране И будешь Есть Пирожки Есть Тем более Что Пирожки С мясом Там Бусерброды С колбасой Это все Бесполезная Еда Потому что Хлеб Белый Пшеничный Он Не дает Не дает Как бы Не Блокирует Возможность Получать Железо Из Мяса Так что Имейте Ввиду Любой Там Ржаной Пшеничный Короче Хлеб С мясом Все равно Есть Нельзя Так что Забудь Своих Пирожков И Живи Себе Дальше Умни Сейчас усну Мне кажется Блин Все таки Классная Тема Вот Талик И Тоналка Офигеть И Даже Не пачкается Ребят А Естественно Не дружу От этого Обидно Ну Ну Что Значит Сестру Дружу Если Оно Слишком Прилипчивое Значит Добавь Муки Не бойся Ну Ну Бывает Такое Бывает Подожди Отдохни И Продолжай Не Надо Плакать Я тоже Недавно Пыталась Сделать Картофельные Зразы В итоге Добавила Много Яйца Картошка Вся Расплылась И Забила И сделала Тупо Спеканку Из Картошки Просто Буква Ю Ну А ты Вместо Пирожков Не знаю На слои Там Этого Теста На Тот же Самый Противень Сверху Выложи Начинку И вот Тебе Торт Пирог Идея Идея Все Делаем Изобей Потом Порежешь И скажешь Это вам Пирог Если Хоть Не захочет Тесто Выковыри Оттуда Мяс Сверху Напиши Там Я не знаю Там Смайлик Как он Нарисую На этом Пироге Кайфу И дорогая Если Что Обращаюсь С яйцом Построгала Лук Точно Идея Класс Ну И Все Несы Вперед Дорогая Ты Сидишь Глядите Пироги Вылепливаешь Закатала Накатала Зашла В интернет Посмотрела Как сделать Пирог Добавила В тесто Необходимые Игредиенты Или там Пиццу Себе Захерачиваю Закрытую С мясом С начинкой Или рулет Вообще Можно сделать Делаем 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 Я говорю Мне сразу Вот недавно Не получались Я тупо взяла И сделала Из них Эту запеканку Мясную Просто Взяла Эту картоху Которая у меня Развалилась Размазывала По противню Сверху Мясо И сверху Картоху Все Вопрос Татакосм 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 Посмотрите В моих Подписках Всем привет Короче Ребята Все Все Татакосм Татакосм Намного Лучше Чем Татакосм Вот Этой Хренью С Рассыпчатой Пудрой Так что Го Обычный Тональчик Свой Любименький Берете И мешаете Вот С Татаком Татакосм Татакосм Короче Я засыпаю Ребят Мне так хорошо На самом деле С вами сидится Я просто знаю Что вот я сижу Смотрю на себя Вы на меня Смотрите И мне От этого Спокойнее На душе Я прям Как будто бы Сижу И чувствую Вашу энергетику Просто можно Мне кажется С вами Не общаться И вот Просто я Сижу И И ловлю Вот эту Энергию Какую-то Неимоверную Такую Знаете Энергию Любви Ко мне Мне так Приятно Я прям Кайфую От этого Состояния Что-то там Подписывайтесь Что-то смотрите Что-то лайкаете Слушайте Меня Мне так Кайфово От этого Так Что-то Хотела Спросить Ты на Дом-2 От души Всех Пиздила Или Жалко Был Ну Вообще Я не люблю На ком-то Срываться Я даже Вот Например Если Бывает Ругаюсь С мамой Ну То есть Бывают Такие Ситуации Что Мы Ругаемся С мамой И Я Потом Себя Ощущаю Так Себе Не Очень Не Очень Так Приятненько Все-таки Я потом Когда Злюсь На кого-то Ругаюсь Я потом Хожу Думаю Об этом А правильно Я сделала Правильно Я Сыкнула Рот Мне Как-то Я Предпочитаю До Этого Не Я Вот Например Я Предпочитаю До Этого Не Доводить Все-таки Ситуацию Вот Я Пытаюсь Всегда Как-то Погасить Конфликт Но Бывает Такое Что Человек Не Понимает Мое Спокойствие Когда Я Спокойно Что-то Объясняю Человеку Общаюсь С ним И он Как-бы Народит На то Чтобы я Все-таки Вспылила Вот Но я стараюсь Не пылить Потому что Мне Так Спокойнее Но Можно Иногда Для профилактики Так сказать Иногда Можно И попылить На Дум-2 Мне Действительно Меня Раздражало Епаров Меня Раздражало Меня Раздражали Некоторые Люди Из коллектива Которые Меня Провоцировали Меня Это Бесило Мне Не Нравилось Что Я Живу В Каком-то Свинарнике Потому что Я Все-таки Ожидала Когда Пошла На Проект Я Ожидала Немножко Другое Потому что В экранах По экранам Мы Видим Что Там Все Чисто Убрано Посуда Убрано Все Красиво Да Вот Там Записаны Какие-то Темы Но Там На самом деле Очень Много Каких Моментов Да Бытовых Не записано То есть Некоторые Бытовые Моменты Они Упущены То есть Конечно же Для Картинки Там Вам И уберут Со стола Очень часто Бывает То Что Сидишь И тебе Там Ты ешь Сидишь Тебе говорят Типа Убери со стола Чтобы Сейчас Сделать Запись Вот И А ты Убираешь Со стола Чтобы Сделать Красивую Запись На самом деле Все Это Убирается С таким Не хочу С таким Выражением Лица Как будто Кто-то Тебе Что-то Должен Ну То есть Такие Моменты То есть Человек Пожрал И Бананы За собой Не убрал То есть Ты Встаешь Ты Хочешь Поесть Нету Там Чистой Сковородки Просто Сковородка Плавает В каком-то Жиру В Какой-то Каких-то Плевках Я не знаю Как будто Я не знаю Все эти люди Они Не До этого Жили Где-то На вокзале А не дома Вот Иногда Кажется Как будто Реально Каких-то Бомжей Понабрали Туда Которые Банально Не умеют За собой Убрать Для этих Бомжей Иногда Мне хочется Просто У меня вообще Одный момент Хотелось Чтобы просто Выделили Одноразовую посуду И они Ели Из этой Одноразовой Посуды Потому что На самом деле Мне было Стремно Есть После Кого-то Из Тарелки Ну То есть Блядь Ну Я наверное После этого И перестала Даже Выпищепить Куда-то Заходить Потому что Когда я Понимаю Через Какие руки Может пройти Тарелка Это Пиздец По-другому Не скажешь Ну То есть Там Человек Мог Я не знаю Приготовить Еду А например В кастрюле Какие-то Глупцы Сделать Или Мясо Какое-то И вот Это Стоит Все В холодильнике Там Не знаю Уже Может Третью Неделю Стоять Человек Даже Могут Человека За периметр Выгнать А вот Это Все Дерьмо Может Стоять Просто В этом В холодильнике А Посудомоечные Машинки Это Вообще Отдельная Песня Там Вроде бы Загрузили Посудомоечную Машинку Да Все Ну Как бы Свою Вот Поели Да Загрузили И вот Та посуда Которая Там Стоит В моющих Машинках Она Может Стоять Месяцами Годами Просто Ты открываешь Эту машинку А эта посуда Уже сто раз Перемытая Она уже Там Чуть ли Тухлятина Не воняет Вот И Кстати Клининговая Служба Которая Туда Приходит Она Тоже Не особо Хорошо Справляет Своими Обязанностями Потому Что Я Ну Как бы У нас Там были Уборщицы На проекте Вот Ну Приме Были И эти Уборщицы Как бы Да Они там Все Там Прибирали Там Чистили Там Мыли Там И так далее Но Иногда Можно было Допустим Залезть В шкаф Чтобы достать Чистую посуду А там Ее тупо Нет Чистой посуды Они достали Просто Тупо Не мытую Посуду То есть Ну Все равно Всем было Абсолютно Вот Поэтому Чтобы Хоть Как-то Нормально Поесть Сесть За стол Как бы Прихотелось Конечно Орать Ну И все И потом Как-то Всем Тем Это Понравилось Потому Что Все Устают От От Отношений Постоянно Обсуждать Отношения Это Заталливает А тут Появилась Селена Которая Всех Дрючит За За уборку И мне Было Нормально Мне Не приходилось Строить Отношения С кем Ты Не знаю Трахаться С какими Непонятными Мужиками Которыми И знаешь Там Плюс На доме Два Не скажу Что На доме Два Не думайте Что там Просто Вот Забудьте Слово Что На доме Два Типа Все Так Просто Ни хрена Ребят Там Вот Вы Например Вас заселяете В какую-то Комнату Не думайте Что Вы там Навсегда Поселитесь В вашу комнату Может Любой человек Зайти Абсолютно Любой человек Зайти Там Нету Замков В комнатах То есть Например Вы говорите Да Пойти Дом Два С ребенком Там Замки Не закрываются Я буду Где-нибудь На лобном месте Поеду Какая-то На съемки А там Будет Какая-то Потасовка Или Какая-то Драка Не дай бог Что случится С моим Ребенком Я Убью Там Всех Просто Закопаю Ну Реально То есть Это вообще Пипец Надеюсь Меня сейчас Не плохо Но за слово Убью Это была Шутка Ну Как бы Это был Логарифм Это была Метафора Короче Укакошу Вот Если что-то Я короче Там Укакошу Мне кажется Всех Если в том Что-то Существует С моим С ребенком Я Я вообще Не понимаю Как Например 5% Осталось На мобильнике Я очень Не понимаю Как там Рапунцель Была С своими Детьми Я не Не представляю Вот Как там Вообще Алена Рапунцель Была Своим Ребенком Вот Вот Как Вообще Как Она Через Это Все Прошла Не Было Ли Ей Стремно Что Вот Там Ну Не Знаю Мне кажется Просто Во-первых Отец Ребенка Он Не Совсем Это Одобрит Ну Короче Не Знаю Пока Еще Вот И Если Идти На Проект То Нужно С Кем Дойти Надо Ити С Каким Нибудь Мужчиной Но Скажу Что На Дом Два Например Мужчина Со Своим Бизнесом Со Своим Делом С Хорошим Заработком Не Пойдет Просто Тупо Не Пойдет Потому Что На Дом Два Невозможно Делать Параллельно Какие Дела Либо У Тебя Должен Которые Решаются Два Три Раза В день Тебе Нужно Дать Телефон Что Сказать И Все Но Ебаров Вообще Отдельная Тема И Я Не Собираюсь На Дом Два У 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 Блин Одежда Там Самое главное Чтобы У тебя Не было Черной Одежды На Дом Два На Дом Два Нужно Чтобы Одежда Не Было Брендов Чтобы Одежда Не Была Черной И Чтобы Одежда Не Было Крупных Брендов Нарисованных В Принципе Там Заклеивать Чтобы Не Было Черной И Чтобы Она Не Ребила В Кадре Все Это Основные Критерии К Одежды На Дом Два Поменьше Проедить Нужно Милая Фигня Случается Везде Да Блин Знаешь Как Мне Предлагали Знаете Мне Предлагали Зайти На Дом Два С Историей С Должанским Я Говорю Вы Че Чокнутые Какой Должанский Говорит Ну Вот Должанский Колян За тобой Ухаживал Вот Он Я Говорю Я Вообще Коли Не Воспринимаю Как Мужчину Не Воспринимаю Как Мужчину И Вообще С чего Взяли Что Я Зайду На Проект Как Фигурантка Как Должанского Там Я Не знаю Потенциальная Девушка Я Просто Вообще Я В шоке Была Над Этим Вы Даже Не Думайте Мне Это Предлагается И Мне Коли Потом Звонил И Говорил Типа Селена Давай Зайдем С тобой На Дом Два С Нашей Вот Историей Что Вот Как Буд Ты Там Боролась Заменяет Как Коли Какой Кто Боролся С Тебя Я С Тебя Боролась Ты Поехавший Совсем В Общем Ребят Три Процента Ужас Не нужно Нет Я Не хочу Я Если Буду Сходить На Проект То Я Хочу С Какой Романтической Темой Заходить С Темой Более Серьезной Что Типа Блин Лучше Ушадеев Да Лучше Ушадеев Лучше Садеевом Переспать Так Случайно Перепихнуться Один раз Чем Я Зайду С Должанский Я Лучше Садеевом Перепихнуть Разок Чем С Должанским Зайду Короче 3% У меня Осталось Короче Давайте Договорим Уже Пока Телефон Не сядет Телефон Сядет И я Выйду Из эфира Не хочу Никуда Ити Я Пью Мочи Шампанское Это Не шампанское Это Розловино Мне бы хотелось Поучаствовать В каких-то Шоу Сняться Где-нибудь В кино Вот Сейчас Марина Кстати Страхова Снимается У Поланского Блин Вообще Молодец Она сейчас Снимается В голливудском Фильме И Я за нее Очень рада Она молодец Она пошла Дальше Я бы Наверное Хотела Тоже Что-то В этом Вроде Но Дело в том Что я Пока что Не выездная И Проектов Нет Каких-то Вот Прям Под меня Но Я Наверное Тоже Стремлюсь Вот Как Вот И Марина Страхова Тоже Сниматься В каких-нибудь Фильмах И Тоже Подобное А А Так Как Дом Два Я Уже Пер Р Р С Вам Я Не понимаю Я что сказала Слово Деев Мне сразу Приросло Количество От Зрителей охренеть красотка маришка до моего страха вообще монет я сама за нее радуюсь безмерно каждого суп куда согласно но я марине страховой я сразу говорил когда она только появилась на проекте и я говорю марин тебе нужно снимать тик токио начало тик ток не знал что такое я научил короче как пользоваться тик током она начала снимать какие-то свои ролики свои видосы у него чего получаться и короче это привело ее к съемкам фильме короче ее заметили то что я сразу увидела мне что она очень талантливый человек и у нее очень хорошо выходит с артистизмом вот ей нужно двигаться дальше-дальше-дальше-дальше такие вот делишки вот поэтому вы наверное на этом блин почему я говорю слово поэтому мне постоянно что-то хочешь сказать умное говорю поэтому все все будь ты крутая с каждым подписчиком общаешься ну потому что у меня всего 35 человек смотрит и особо не распыляясь ну как скажем я не говорю что с каждым подписчиком общаюсь но стараюсь потому что я сама по себе знаю когда я сама пишу кому-то и не отвечает или игнорит или как-то забивает на мои вопросы не дает кто-то обратно связи мне это неприятно у меня это немножко огорчает а то что скажем подписчиком общаюсь нет я могу и пропускать вопрос я могу быть такой вредный что вам и не снилось вот видите даже почему не всем отвечаешь не знаю почему почему-то но сочла так нужно не отвечать кто захотела я же не могу сейчас вспомнить кому-то мне ответил не в этом дело ты жива ну хорошо что я мертвая спасибо ваша добрых снов помешан напрягать голову как помешан напрягать голову я хочу миллионы зарабатывать долларов сша в месяц можно мне пожалуйста это подорганизуйте чтобы я зарабатывала миллион долларов сша в месяц и я потом буду спать вообще просто прекрасным сделайте так чтобы мне рекламу заказывали на такой сделайте мне хороший актив я не буду грузить голову али ночью просыпается на кормлении конечно просыпается так ладно ребят я пойду спать все таки оставлю я один процент зарядки на то чтобы полосить в директе кстати обратите внимание как идеально я замазывала свой лоб с помощью просто только просто с помощью только ой ничего не вижу а спасите сохраните смотрите вот даже вот при другом свете просто офигенно да офигеть офигенно да офигенно короче тальк и тоналка идеальное средство так мои пупсики всем спокойных снов засыпайся и до завтра так